привет друзья такая тема ой привет друзья сегодня у нас посылочка посылка окажись от магазина бенгут даже не знаю что здесь что здесь такое думаю источник питания точно источник питания вот такая красота что здесь пишут хрен поймешь так еще такое винтик запасной очевидно откуда-то выкрутился так и смотрим что у нас какая комплектация кабелечек и вот такие каркадель чеки ножки резиновые мягенькие так смотрим переднюю панель здесь у нас дисплей напряжение ток и мощность ваттах так регулировка напряжение регулировка тока кнопочка включения и всего две клеммы заземления здесь нет с обратной стороны кулер гнездо для подключения питания и переключатель напряжения так и сейчас мы его сначала разберем потому как внутри может быть гаечка от этого винтика чтобы не закоротила снимаем кожух и что же мы видим а видим вот что да открутилась сейчас мы прикрутим винтик так и закрутили раз так же и здесь немножко не докрутили вот она и вывентилась а это радиатор алюминиевая пластина смотрим поближе адресе летчики кондер чеки всякая разная мелочок а какая-то прихватили герметиком чтобы не болталась а в основном все сделано очень даже неплохо все культурненько так и смотрим переднюю панель ну как то так теперь мы это дело соберем и включим проверим и давайте посмотрим что здесь пишут модель нпс 3010 дабл питание 300 ватт напряжение 115 230 30 вольт 10 ампер сделано в китае и наклеечка приклеена крыло это непорядок одеваем крышку закручиваем винты теперь подключим питание осмотрим переключатель напряжение 230 вольт и это сюда чик и смотрим что у нас здесь нажимаем кнопочку чик работает надо же давайте это все выставим на ноль небольшая задержка но это без нагрузки конденсатор разрядился замечательно в комплекте имеется вот такой проводочек с и крокодильчиками сейчас мы проверим из чего она сделана крокодилы стальные а клеммы латунная я пользуюсь старыми советскими крокодильчики сделано из латуней сейчас мы возьмем вот эту вот лампочку советская восемьдесят девятого года выпуска 12 вольт 30 ватт есть вот такой патрончик чик и вилочку вставим сюда подошла замечательно так и так сначала выставим ток по максимуму и теперь поехали поднимаем напряжение лампочку уберу подальше чтобы не слепила амитир чик 7 8 9 10 11 12 так 12 2 и давайте более точной настройкой выставим ампера 27 вот здесь у нас написано 30 отключаем еще разочек чик нормальненько сейчас попробую нагрузить по полной сейчас мы подключимся к клеммам красный плюс черный минус и тебя и отсюда хорошенько зажимаем это у нас нагрузка вот такой резистор чик сейчас посмотрим что на нем пишут 10 ом нормально на середину на середину включаем напряжение так поехали 10 11 12 20 двадцать 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 восемь и восемь десятых уже нагрелась и сейчас мы сделаем вот что 8 ампер так так здесь добавить этот уже дымит 10 ампер 10 и одна десятая 12 12 13 23 14 14 15 15 16 15 Вм. Размер немножко меньше, чем вот эти вот предыдущие. И это здорово. Такой мощный и такой маленький. По длине такой же. Теперь давайте сравним с показаниями мультиметра. Так, что мы здесь имеем? 0,01 вольта. Очевидно, конденсатор не разрядился до конца. Так, подаем напряжение. Чик. Ток пошел. Вообще-то нужно было с поднагрузочкой. Так, поехали. 2,1. 2,2. 5,5. 5,4. 7,4. Мультиметр, конечно же, точнее. 10,7. И тогда лие. К сожалению, пульсацию проверить нечем. Да, кстати, кто знает, как в старые добрые советские времена радиолюбители проверяли пульсацию. На выход подключали высокоумные телефоны и прослушивали. Если гудит, то нормально. Если сильно гудит, значит плохо. 28,83. Все, дальше некуда. А, стоп. У нас есть плавная регулировочка. 29,30. Так, и до конца. 31,59. 31,5. Ну, как-то так. Отключаем. Так, и это на ноль. На всякий пожарный, чтобы что-то не спалить при включении. Отличный блок питания. Кому интересно, ссылочка будет в описании под видео. А на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok